Во всей России продолжается отлов коррупционеров в органах власти. Чиновники в панике пытаются скрыть факты своего преступления. Но некоторые, видимо, хорошо делятся взятками с судебной системой. Иначе как можно объяснить, что экс-депутат Гордумы Воронежа Сергей Кудрявцев за мошенничество на 31 миллион рублей получил 4 года колонии и штраф всего в размере 1 миллиона? Как такое может быть? Почему штраф не 31 миллион или еще больше? Почему всего 1 миллион? А кто возместит остальные 30 миллионов или куда они делись? Разве виновный не должен возместить все, что украл? Также в Москве по делу о мошенничестве арестован заместитель председателя Комитета торгово-промышленной палаты России по природопользованию и экологии России Сергей Чернин. На данный момент Басманный суд установил срок ареста до 10 января. А вот в Севастополе главу сельскохозяйственного кооператива обвинили в хищении 15 миллионов рублей мошенническим способом. Как сообщает пресс-служба севастопольского МВД, мужчина получил грант по поддельным документам, а потом потратил деньги на свои нужды. В ходе обыска в квартирах фигуранта в Москве, Севастополе и Кабардино-Балкарской республике правоохранители нашли и изъяли поддельные документы и печати, средства связи и другие доказательства преступления. Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве. При этом сообщается, что расследование продолжается. Также на этой неделе выяснилось, что экс-депутат «Единой России» Александр Бортников может получить пожизненное за производство наркотических средств. Чиновника и двух его поддельников обвиняют в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере и незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Нарколаборатория проработала с сентября 2021 года по январь 2022 года. За это время мужчины успели изготовить более 15 килограммов наркотических средств. Неужели так сложно нашим чиновникам укротить свою алчность и самолюбие и осуществлять возложенные на них обязанности законным путем? Ведь им так же, как и простым гражданам, после жить в том регионе, на благо и развитие которого они были избраны или назначены. Хотя мы наверняка знаем ответ на этот вопрос, и мошеннические схемы нужны им лишь для того, чтобы как раз обеспечить и отделить свою элитную жизнь от простых, обычных людей.